Добрый день, соматологическая клиника NataDent. Сегодня я хотела бы рассказать вам о такой интересной вещи для домашнего применения. Она называется ирригатор для полости рта. Это специальное устройство, которое помогает нам качественно очищать зубки, а что самое главное, прочищать межзубные промежутки. Выглядит это вот так. Также он очень хорошо пригодится людям, которые носят ортодонтические конструкции, брекеты, которые нельзя снять и очень трудно почистить. Плюсом всегда он также будет для людей с заболеваниями парадонта, так как у него есть зубодесневые карманы, и в период, когда они не обострены, это также помогает нам качественной гигиене полости рта. И еще один момент – это ношение несъемных ортопедических конструкций. К ним относятся коронки, мосты или имплантаты, которые также нуждаются в тщательной гигиене. Основными частями ирригатора у нас является резервуар для жидкости, его механическая часть, у нас там есть сам моторчик, кнопочки, которые помогают нам его включить, рукоятка для настройки мощности потока воды, которые мы подаем, и сама непосредственно ручка с насадкой. Сами насадки на ручку ирригатора тоже бывают разные, так как и задачи у нас с вами разные. Основными отличиями ирригаторов является то, что они бывают портативные, которые можно взять с собой, бывают стационарные, которые стоят дома. Все их отличие в том, что у портативного нет шнура, и он заряжается и пользуется при помощи аккумулятора, а тот, который у нас стоит дома, он у нас подключается в обычную вилку. А теперь поговорим немножечко о насадках. Первая насадка стандартная, она используется всеми и всегда, это просто для того, чтобы очистить зубки от налета и прочистить хорошо межзубные промежутки. Вторая насадка, она представляет собой мягкий резиновый кончик, он нам нужен при наличии протонтологических карманов или каких-то мест, куда нам трудно подлезть. Третья насадка, она очень хорошо подходит как раз в тех случаях, когда мы носим брекеты. Она прочищает водичкой и плюс имеет много щетинок, которыми можно саму конструкцию несъемную очистить. Также насадка бывает и в виде сеточки, которая нам позволяет хорошо почистить зубки, заменив в принципе на сегодня полностью эту процедуру без дополнения обычной щеткой. И последняя насадочка у нас, насадка для чистки языка, потому что чистить его тоже нужно, так как в налете на языке содержится много плохих микробов. Сколько насадок нам нужно? Главное, чтобы у всех была по одной хотя бы вот такая насадочка. Обычная, классическая, которая поможет нам качественно прочистить межзубные промежутки. Как правило, они имеют разного цвета маркировку. Вот здесь белая, есть синяя, серая. И никто никогда не перепутает чужую со своей. Что касается противопоказаний, их не так много. Это хирургические операции, которые проводились в полости рта. Также это имплантация, которая проводилась совсем недавно, до того момента, как имплантат прижился, и у нас все хорошо. И обострение парадонтологических заболеваний, а в остальном мы можем применять его всем, даже деткам. И это очень даже хорошо на молочных зубиках, потому что чаще всего мы с вами у детей видим полости на контактных поверхностях. И родителям очень трудно прочистить ребенку зубы ниткой, и мало кто представляет вообще это возможным. Для этого с ребенком всегда интересно поиграть с водичкой, потому что это практически выглядит как водный пистолетик, и ребенок активно начинает с вами играть, и тем самым вы помогаете сохранить чистоту и здоровье его зубов, при этом не испортив ему настроение. Как часто нужно использовать ирригатор? Чистить зубы ирригатором достаточно один раз в день, если вам больше того не требуется. При застревании пищи, естественно, вы можете воспользоваться им дополнительно. Это нисколько не навредит ни вашим деснам, ни эмали, ничему. Использовать ирригатор также более удобно после щетки и пасты. Мы дополнительно дочищаем те места, в которые не смогла проникнуть наша зубная щетка. Большинство из нас с вами усвоило золотое правило с детства. Главное не лечение, а главное профилактика. Поэтому ирригатор является средством профилактики заболеваний полости рта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова